Пять лет назад Республика Крым вошла в состав Российской Федерации. Громкое событие вызвало широкий общественный резонанс. Граждане разделились на два ладеря. Одни называют произошедшее аннексией и осуждают решение властей. Другие поддерживают воссоединение. Мы решили выяснить, какой позиции придерживаются ивановцы и давно ли сами отдыхали во всесоюзной здравнице. Стоически так сложилось, что это наша земля. Потом я привык доверять нашим СМИ, как говорится. Если действительно там такое положение было, то другого выхода не было. Я была в Крыму, когда он был украинский, и все время чувствовала какое-то напряжение. Мне, например, очень нравится, и я планирую приехать по мосту, поехать отдохнуть туда. Положительно. Свою землю я жила в Крыму. Молодцы. А почему положительно, расскажите. Потому что Крым, он всегда был нашим. Там никто не говорил на украинском. Заставляли, как котят, учить. Все. У нас сознание россиян. Крым – это Россия. А с экономической точки зрения, как это отразилось на стране? Мне кажется, все спокойно, все нормально. Все распределяет доходы государства равномерно, правильно. Многие противники при соединении уверены, что финансирование полуострова и строительство моста через Керченский пролив заставило власти урезать бюджет других субъектов. Вопреки расхожему мнению, Крым далеко не самый дотационный регион. Вегистан, к примеру, получает в три раза больше субвенций из федерального бюджета. Из-за Крымской весны Россия оказалась под западными санкциями, что негативно сказывается на экономике страны, уверены скептики. Чиновники парируют. Санкции помогают стать государству более независимым. Само предстояние, мне кажется, было незаконным. Но сейчас уже поздно давать по пятну. И вот то, что предлагает оппозиция, мне кажется, не совсем верно. То есть, в принципе, просто сделать мирный референдум и так далее. Потому что мы уже много туда в денег вложили. Там уже аэропорты строятся и так далее. А там сам был, в принципе, и делать все изменения. То есть, то, что мы тогда сделали в 2014 году, это не очень хорошо, но уже обратно идти поздно. Я считаю так. К сожалению, полуостров по сей день остается камнем преткновения между оппозицией и властью, между Россией и Западом. Украина требует вернуть землю. Большинство государств отказываются признавать геополитические изменения. За пять лет урегулировать споры и договориться так и не получилось. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.